Второй Мистраль будут тестировать без заказчика. Вертолетоносец вскоре спустят на воду для испытаний во французском порту Сен-Назер. Почему на его палубу не пустят россиян и заговорят ли теперь снова о выплате неустойки заказчику Мистралей, российскому обороноэкспорту? Подробнее София Гордиенко, наш европейский корреспондент. Во французских СМИ о Мистралях как будто забыли. Вся информация, которая просачивается из порта Сен-Назер, инсайдерская. И обычно работники судоверфи, которые, конечно же, хотят, чтобы заказ наконец забрали и оплатили, делятся ею с российскими журналистами. И вот последняя новость от агентства ТАСС. Второй корабль. Севастополь будет протестирован на воде в конце марта. Конечно же, без российской команды на борту. Она покинула первый вертолетоносец Владивосток еще в конце декабря, когда в Елисейском дворце окончательно и четко дали понять, условий для передачи кораблей заказчику, то есть в Москве, нет. Все время, начиная с задержки отправки Мистралей, то есть с конца сентября, поговаривали, что Франции придется заплатить неустойку громадную в 3 миллиарда евро. Но после визита президента Оланда в Москву в начале декабря все разговоры о компенсациях замяли, а Путин сказал, что пока в компенсациях Россия не нуждается. Первое и главное условие для отправки кораблей в Россию – это прекращение войны на востоке Украины и соблюдение минских договоренностей. Этот принцип стоит республике больших денег. Бюджет не может получить от заказчика Рособоронэкспорта больше миллиарда евро. А это рабочие места и зарплаты. Но пока у власти президент Оланд, а не Марин Липен, а Россия дальше играет в ДНР, ЛНР. Так что задержка Мистралей – дело чести, но и, конечно, международного давления. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности – Европейское бюро телеканала Интер.